Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать воротники. 9 вариаций воротников. Знаю, что у многих есть проблемы, не понимают, не знают, как нарисовать, особенно когда у нас воротник со стоечкой, воротник без стоечки, отважной и так далее. Вот как это все изобразить, мы сейчас с вами и сделаем. Начнем мы с самого простого, самого такого основного воротника. Это воротник для футболки. Рисовать я буду перышком и без какого-либо шаблона. Соответственно, что у нас с вами обычно есть? У нас с вами есть линия плеча, воротничок и, соответственно, второй плечик. Вот такая конструкция у нас обычно с вами уже присутствует. То есть одно плечо и второе. Кстати, вот, наверное, моя изначальная идея была правильная, в том плане, что рисовать нужно абсолютно симметрично, а поэтому я нарисую сначала одну часть, а потом ее отзеркалью. Потому что я бы хотела, чтобы у нас все было абсолютно симметрично. Вот. Получилась вот такая симметричная штучка. Я думаю, что более-менее понятно, что это у нас с вами горловинка. Вот я соединила, теперь это у меня единая линия. Что мы здесь будем делать в случае обычного футболочного горлышка? Ну, во-первых, у нас с вами будет сзади видно вот эту всю красоту. И вот смотрите, как сделать, чтобы по линиям все было нормально. Что я имею в виду нормально по линиям? Чтобы они все были абсолютно симметричны, абсолютно параллельны. Вот из этого объекта мы сейчас сделаем его копию. Это то, как я работаю. И, возможно, вы работаете по-другому. Но есть возможность подсмотреть, как это все делаю я. Я сейчас создам вот такой замкнутый контур. Видите? Потому что здесь у меня не замкнутый. И вот у меня пошла, значит, линия. Соответственно, я хочу, чтобы она, у меня была вот эта задняя часть, просто вырезана кусочком. Поэтому вот что я сделаю. Вот так. Видите, она появилась. И можно создать вот здесь вот еще одну линию. Перо плюсик вот сюда. Немножечко ее промять вниз. И сделать ее инструментом опорная точка. Ей сделать небольшую кривизну. Вот. У нас получилось абсолютно идеально. Но, видите, там вот эта ерунда торчит. Чтобы эта ерунда не торчала, окно, обработка контуров. Разъединяем. И разгруппировываем. Вот у меня получилась вот такая красота. И я ее сюда ставлю. То есть это как черновая такая работа, которая мне не нужна. То есть у меня сейчас есть, смотрите, вот просто плечики мои, да. И вот она, горловинка задняя. Теперь мы нарисуем заднюю беечку. Вот так. Опускаю вниз. Shift-Alt зажаты. Вот у меня, видите, тоже появилась. Посмотрю, какой толщины она мне нужна. И опять разберу эти объекты. Это особенность... Так, у меня, в общем-то, копия не создала. Сейчас я верну. Это надо обязательно делать с копией. Зачем нам основу откалечить? Это особенность рисования в иллюстраторе, когда мы можем с вами методом такого вот, ну, условно говоря, вычитания делать все эти вещи. То есть смотрите, у меня... Да что ж ты мне копию-то не создала? Вот это моя ошибка. То есть вот эта часть должна создаться копией. И это копией. Вот. Опять разбираем. Правой кнопочкой разгруппировать. Вот, то, что я хотела получить. То есть когда мы с вами потом будем делать заливку эскиза, почему это важно вот именно так долго и нудно прорисовать, то я смогу здесь залить разными цветами. То есть бейка может быть одним цветом, горловинка спинки, вот часть спинки, которую мы видим, другим. И это вот очень нам облегчает жизнь. Потом, вот у нас есть с вами эти две детали. Смотрите, мы сейчас нарисуем еще попереду такого же плана горловинку. То есть я просто, видите, сдублироваю и начинаю ее туда-сюда вводить. Вот смотрите, начинает формироваться, видите, горловинка. Вот смотрим, какая у нас... Подходит нам такая беечка или не подходит. Да, вот можно ее так подвигать. Теперь я могу вот эти точки задрать. Обязательно должно быть пересечение. Вот так. И вторую точку тоже задрать. Вот так вот. Теперь выравниваем, смотрим, чтобы все было красиво. Если нужно, трогаем вот эту точку. То есть у меня сразу создастся хороший замкнутый контур, с которым мы будем общаться. Так, по-моему, небольшой перекос у меня вот здесь есть. Вот. Это мы все с вами разбираем, разгруппировываем. Вот у меня получилась горловинка, которая идеально встала. Вот все идеально ровно получилось. Теперь по этой горловинке сделать надо... Целый перекос идет небольшой. Надо сделать нам... Вот здесь в ластике есть ножнички, отрез. Нужна линия. Вот, смотрите, я разрезала копию. И вот здесь убираю цвет заливки. И ставлю в обводке. Вот здесь есть пунктир. Два на два я его обычно настраиваю. А толщину ставлю 0,25. Вот такая штучка получается. Но я сейчас немножечко подкорректирую. Корректируем. Вот так. И оп. Вот. И получается у нас отстрочка. Если нужно, по спинке тоже рисуем. Если не нужно, не рисуем. Соответственно, все это корректируем. И вот такие вот горловинки, они крайне удобны. В принципе, со временем скапливается база. И вы потом из этой базы просто берете кусочек. Грубо говоря, вам заказали футболку на отрисовку. Вы прямо из этой базы эту футболку вытаскиваете. Она у вас уже вот с такой горловиной. Или у вас есть эскиз там блузы, например. У нее одна горловина, а вам нужна футболка. Вы просто их друг с другом переносите. Таким образом, работа упрощается. Поскольку сейчас я рисую с полного нуля. Ну, с чистого листа вообще ничего не было. То, естественно, это занимает чуть-чуть дольше времени. Вот. Можно подровнять расстояния. Чтобы они были у нас более похожи. Таким образом. То есть у нас получилась с вами база. И еще мне не нравится. Вот здесь, смотрите, торчат уголки. От этого очень просто избавиться. Вот здесь в обводке, в углах. Вот так углы убираем. И вот смотрите. Вот здесь есть уголок. Я оп, и уголка нет. То есть вот таким образом мы с вами это все поправили. Вот у меня получилась горловинка. Которую теперь можно на любую футболку куда-то ставить. Пожалуйста. Вот она готовая. Ну, если хотите, можно здесь еще что-то прорисовать. Можно линию плеча немножко опустить. Получается вот такая горловина. Ну, вот считайте, на футболку такая вы можете встать. Еще второй вариант у нас с вами может быть. Давайте мы уже на основе этой. То есть я буду прям не совсем с нуля. Да, я уже эту буду использовать. Когда, например, у нас с вами джемпер. Приближаем. Никогда не мучайтесь с иллюстратором. И не пытайтесь туда всматриваться. И что-то там искать. Всегда приближайте. Глаза себе поломаете. Потом будете долго мучиться. Не надо этого делать. Начинаем уже работать с тем, что есть. Точки белой стрелочкой выбираю. И, соответственно, вот у нас получается такая вот горловинка. Можно ее сделать чуть пониже. Стрелочками я сейчас опущу. Вот смотрим. Подходит она нам или не подходит. И вот здесь тоже, соответственно, все это проверяем. Да, можно вот здесь еще немножко подвинуть. Это когда у нас такой полуджемпер. Что мне не нравится. Я считаю, что эта линия очень глубокая. Соответственно, эту линию мы будем поднимать. Вот смотрите. Там сейчас у нас полезет вот эта внутренняя линия. Мы ее тоже поднимем. Если нужно, то выравниваем точки. Чтобы все у нас было очень, наверное, благородно. Сейчас заднюю часть нарисуем. И здесь уже у нас вполне с вами может быть заливка, которая будет имитировать, что это у нас рип. Ну, например. Он может быть как на вязаном изделии такая штучка, так и подвязали у нас сформируются. К районам трикотажа. Поэтому такая горловина, она вполне имеет место быть. Вот так вот мы ее закрыли. Соответственно, тоже смотрите. Вот одна часть, вторая часть, третья часть. То есть, когда будем заливать, я вот эту часть могу призалить немножечко более темным цветом. И будет сразу понятно, что она у меня сзади. Кстати, то же самое могу сделать и здесь. То есть, вот эти две части. Вот эту, вот эту залить чуть-чуть темнее. И таким образом она у нас назад уходит. Ну, вот совсем слабо. Давайте на двушечку. Вот. И получается у нас с вами вот уже такой эффект объема. Здесь тоже двоечка, да, залито. Теперь мы можем залить. Давайте покажу самую базовую рип, как делается. Рисуем палочку. 0,25. Толщина. Делаем копию с шифтом и с альтом. Получилось shift, alt. Потом отпускаем кнопку мышки. Потом отпускаем. Очень. Подальше хочу. Для того, чтобы сделать подальше, я приближу. Shift дает перемещение по одной, видите, под 45 градусов. Сюда под 45. Либо по вертикали, либо по горизонтали. Таким образом они у меня получаются на одном уровне. Это очень важно. Во второй палочке убираем вообще всю заливку. И вот эту всю красоту тащим мы с вами в заливке. Вот она у нас создалась. И я всегда создаю копию. То есть вот эти два объекта, на которые будет ложиться заливка, я создаю копию. И на них делаем с вами заливку. Одну и вторую. Это самый базовый способ создания. Можно ее адаптировать прям под линию горловины. Отдельно это проходим на курсе. Вот. Но вот такая база, она вполне себе уместна. И будет хорошо смотреться на эскизы. То есть вот то, что такое риб. Его можно еще немножко больше вживить, грубо говоря, в эскиз. Я иногда добавляю чуть-чуть непрозрачности. Она тогда не берет на себя основную функцию. То есть показано, что там есть вот эта структура риба, да. Но не вылазит вперед. И когда вы будете уже делать цветную заливку, даже если она будет какая-то пестрая, все равно на ней это будет видно. И за счет прозрачности можно это скорректировать. То есть если это будет заливка на черном, например, черная водолазка, то тогда вот эту вот, соответственно, риб лучше показать как светло-серые. Она тогда просто будет видна как линия контуры. Потому что в другом случае будет просто некорректно. Ну и давайте еще из этой группы воротников. Мы сделаем еще один. Один немножко по другому принципу. Но вот эта основа нам очень здорово поможет. И это вот опять же, смотрите, принцип, когда у нас с вами уже есть основа, мы ничего нового не придумываем, а просто работаем с тем, что есть. Во-первых, уберу сразу заливку, потому что на заливку моделировать неудобно. Вот эта часть мне тоже не нужна. А вот эта мне очень даже пригодится. Сейчас мы заливку уберем. И вот смотрите. Вот эти две точки. Три точки. Я их опускаю вниз. Сразу, да. Вот она получается у нас, по сути, водолазка. И можно вот так одну на одну. То есть сразу видно, что водолазка с отворотом. Да? То есть там внутри есть и внешний слой у нас вывелся. То есть смотрите, когда что-то уже нарисовали основу, от этого отмоделировать вторую часть очень просто. Соответственно, так. Сейчас мы выберем белую стрелочку, одну и вторую. Давайте покажу, как сделать красивый рип. Для того, чтобы прям вот оно смотрелось конфеткой. Берем, копируем, вырезаем ножничками кусочки. Мне нужны вот эти два кусочка. Вот этот оставляем. Этот удаляем. Если вдруг будет быстровато, то подробно на курсе разбираем. Ссылочку оставлю под этим видео. Если нужно, напишите, разберем. Объект. Переход. Создать. А что это мы так криво создались? Что это мы прям так криво-криво? Сейчас еще раз. Видимо, какая-то кривизна есть. Поэтому не дает. Такое бывает иногда. Приходится копировать просто основы. Вот так, давайте, чтобы две палки было, чтобы она тут нам не дурила. Так, эти две палки оставляем. Эти две палки убираем. Еще раз. Объект. Переход. Создать. Вот, отлично. Теперь соединяем два. Объект. Переход. Заменить траекторию. Так, вот опять 25. Не люблю я эту историю. Придется сейчас создавать по-другому. Это нормальная абсолютно история. Просто периодически она вот так себя ведет некрасиво и дурит. Приходится создавать новые объекты. И нам надо с вами создать вот здесь инструментом опорная точка кривизну. Кривизну. Оп. Отлично. Еще раз выбираем все вместе. Объект. Переход. Заменить траекторию. Ой-ой-ой. Какая страхота получается. Так, нет. Я упрямая. Такое бывает. Это нормально. Не надо пугаться. Если у вас прям с первой попытки все нечисто, гладко. Это нормально. Это бывает. Вот у меня тоже программа не сразу сработала. Специально не корректирую видео. Не показываю, что ой, смотрите, раз-два и все. А именно вот да, вот так выглядит работа. Да. Переход. Вот. Заменить траекторию. Объект. Переход. Параметры перехода. И мы здесь задаем заданное число шагов. Давайте посмотрим, сколько. 50. Попробуем. 50 слишком много. 30. 30 многовато. 25. Подбором. Методом подбора. Никакой волшебной таблетки. Вот не надо думать, что здесь есть какие-то волшебные таблетки, что они все создадут. И вот смотрите. Сейчас вот так. Оп. И вот так. Вот. Натянуть. Можно это все дело еще под обтравочную маску сейчас убрать. Вот так, чтобы оно было более... А получается... Я сейчас покажу сравнение. Вы поймете, зачем все эти мытарства, грубо говоря, да. Зачем это вот так сложно делать. В сравнении будет сразу понятно и видно этот метод. Он сложнее. Мы его со студентами подробно разбираем. Тоже вот там надо просто приноровиться, как это лучше делать. Но зато получается, конечно, совершенно другой вид. Потому что когда мы создаем вот так, вообще я бы, конечно, что сделала? Я бы в переходе... В переходе добавила бы шагов. Еще бы добавила. Не нравится мне еще добавить. Еще. Да, видимо, 50 было правильным решением с самого начала. Даже еще бы добавила. Потому что тонкую линию сделала. Вот, 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 то, что надо. И можно его немножко приплюснуть. Вот так. О-о-о, хорошо. Хорошо. И линию немножко изогнуть. Вот так. Нет, не хочешь? Это я в зону изоляции вошла. Вот, смотрите, какая красота. Чуть-чуть его подправим. А здесь зальем обычной заливкой. Сейчас тоже копии создаем, чтобы оно у нас было. И вот уже обычно делаем. Здесь нужно сделать хитрость. Вот это вот вывести на передний план. Тогда все красиво работает. А здесь добавить, грубо говоря, второплановую заливку. Вот, смотрите, ради чего я все это делала. Вот такая у нас получилась штука. Здесь, скорее всего, у нас будет кетельный шов. Ну, надо смотреть. Так, ради чего? Если мы создадим сейчас с вами вторую, совершенно такой же дубликат. Выкинем вот эту часть. И вместо этой части сделаем такую же базовую заливку, как и там. Вот, посмотрите, насколько разница. Вот я понимаю, что на первый взгляд нет. Но, видите, здесь она прям такая раз-раз-раз-раз. А здесь она вот пошла, как будто бы растянулась на расхождение. И вот такой эскиз, он будет смотреться просто элементарно более качественным, более серьезным, более взрослым. Поэтому, вот, я, когда надо прям красиво сделать, делаю вот так. Это дольше, это, ну, потому что вот так, это базовая заливка, мы везде ее шлепаем. Здесь тоже так уже можно сделать. Что вот три воротничка мы уже с вами нарисовали. Большие молодцы. Смотрите, три базы у нас уже есть. Следующее, что мы с вами будем делать, это рисовать воротнички рубашечного типа. Опять же, возьму свою основу. Ну, чтобы мы ее просто так делали, что ли. Вот она, футболочная основа. Потом просто вот этот воротник прям реально можно брать и присаживать, ну, на то изделие, на которое вам нужно. Вот такие вот базовые карты, они, конечно, классные. Жалко мне в свое время, никто не сказал, что можно так сделать, сохранить себе в библиотеку. Но в итоге у меня наработалась просто библиотека эскизов, из которых я потом это все вытаскивала. Так что. Так, это мы убираем, отлично. И здесь у нас, вы сами знаете, что по-разному горловину делать. Здесь не нужна такая глубокая горловина. Вот. И сделаю тот же принцип. Мне нужна основа, которая с замкнутым контуром для того, чтобы все хорошо вырезалось. Вот. А здесь будем делать немножко по-другому. Соответственно, можно сделать эллипсоидно. Смотрите, эллипс. Вот так. Он у нас будет подниматься. Я сейчас делаю стойку. Вот. И, соответственно, вот она будет. Форма стойки. Сюда. 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 И вот мы сейчас ее вырежем. Получится идеальная форма стойки. Да, пока смотрится непонятно как. И вот она наша стойка, которая нам нужна. Но зачем-то я закрыла обработку контуров. Не знаю, зачем. Сейчас сюда поместим. Вот так. Раскруппировать. Вот такая штука у нас с вами получилась. И ее мы ставим вот сюда наверх. Вот она идеально у нас встает. Можно работать дальше. Теперь делаем на нее верхний эллипсоид. И опять сейчас разрежутся друг с другом. Получится все прекрасно. Вот так вот. Видите, я по точкам вот здесь сравняла. Вот. Разрезаем. Разгруппировываем. Получаем шикарную линию. Туда вставляем. Опять же она у нас будет залита чуть более темным цветом. Для того, чтобы показывать, что она там у нас сзади. Можно чуть-чуть ее расширить. Вот так вот. Вот. Ну и конечно же по расположению она должна быть сзади. Обязательно у нас располагаться. Дальше что у нас? У нас с вами будет разрез. У нас же это стоечка. Вот так. Воротничок стойком. Так вот. Оп. Оп. И оп. Разгруппировали. Получили. Такой воротник. Так. Здесь вот опять же вот это место я сейчас сразу разрезала. Можно не резать. Можно создать копию поверх. Это будет даже проще для работы. Потому что можно будет двигать вот эту линию. А я ее сразу вырезанием фиксирую. Что я имею ввиду? Создать вот так вот. Копию двух объектов. Поместить их вниз. И просто отрезать. Чтобы у нас появилась дополнительная деталь в виде вот такой вот штучки. И с ней будет потом проще работать. Так. Что мы делаем? Мы с вами рисуем планочку. Планочка обычно рисуется на эскизе прямоугольничком. Для того, чтобы с ней удобнее работать. Но в данном случае у нас основного эскиза нет. Поэтому мы так его пометим. Так. Что там? Она может быть супатная. Обычная. Это уже вот детали. Вот таким образом она у нас расположена. Ну и давайте сделаем, например, от строчки. Строчки делаем тоже по принципу вырезания. Не люблю я отдельно эти все линии рисовать. Так что можно это все вот так вот вырезать. Смотрите. Вот эту штучку убираем. И получается, что мы сейчас немножечко ее присоберем. И вот таким образом сюда поместим. Я сейчас ее поправлю. Она встанет на свое место. Будет нам прекрасно показывать от строчки. Вот эти точки чуть-чуть надо поправить. Вот эту точку. Эту точку вообще надо удалить. Она там лишняя, не нужна. Она там. И вот эта точка не нужна. Вот. И вот так вот мы. Опа. Кривизна. Не то зацепила. Зацепила не точку, а направляющую. Вот эти усики, которые торчат, они называются направляющими. И они как раз регулируют кривизну. Очень полезные штуки. Очень удобно с ними работать. Но просто нужно приспособиться. Вот. И вот эту точку тоже сюда. На втором можно делать так же. Можно просто перышком нарисовать. Что будет быстрее. Сейчас посмотрим. Наверное, перышком быстрее. Так. И здесь то же самое. Вот у нас пошли отстрочки. Чтобы все это было чинно, мерно, благородным. Делаем. Вот. Отлично. Еще у нас, скорее всего, поскольку у нас с вами такая красота. Вот здесь тоже будет видно стойку. Видите, какой она толщины. Соответственно. Вот сюда. Сейчас мы все сдублируем. Сейчас я, по-моему, помещу. Объект сместился. Вот так. И вот сюда мы сделаем дубликат. Вот. Совпадает по толщине? Вот. Совпадает. Теперь мы это между собой разъединяем, разгруппировываем. Вот. У нас появился правильный объект. А вот это надо неправильный объект удалить. Соответственно. Раз, два. Могут быть разного цвета. Иногда стойку действительно выделяют. И тогда они будут разного цвета. Это тоже надо учитывать. По ней тоже будет видна отстрочка. Так что с отстрочкой тоже внимательно работаем. Вот так. Это мы убираем. Это нам не нужно. И это нам не нужно. А это у нас отстрочки. Которые мы сейчас с вами поместим на места. Вот здесь отстрочка. И вот здесь отстрочка. Вроде воротник, вроде ерунда. Ничего там особо нет. А как начинаются отстрочки, пуговки и все остальное, копаешься очень долго с ним. Вот у нас появилась такая стоечка. Соответственно. Надо вот смотреть, насколько у нас планка правильно поставлена. Может быть ее пошире показать. И давайте нарисуем пуговку. Это черновой вариант рисунка пуговки. Пуговки я так всегда рисую. Ну как бы когда не знаешь, какая должна быть. Ты ее просто рисуешь. А потом уже в зависимости от того, какой дизайн, можно туда приклепать непосредственно тот дизайн пуговицы, который там будет. Но базовый рисунок, он вот у меня, по крайней мере, в умолчании всегда такой. А там уже я могу поставить любой абсолютно дизайн. Через фотографию, через все, что угодно. Можно немножко сгруппировать. Так. И петля. Можно рисовать, можно не рисовать. Тоже это все на ваше усмотрение. Петельку я обычно рисую вот инструментом прямоугольник со скручиванием. Вот так она у нас выглядывает. Она всегда чуть-чуть темнее по цвету заливки. Пуговку мы выводим вперед. Делаем ей белую заливочку. Вот. А дырочки можно сделать чуть темнее. Но это на черно-белом скейте. На цветном, конечно, пуговку надо уже делать в цвет. Того, какая она должна быть. Либо в тон-стон изделию. Либо... Еще надо смотреть. Вот. Все эту конструкцию мы сгруппировываем. И теперь мы можем ее спокойно разместить. Там, где она должна быть у нас с вами. Так. Это вот так вот базовые туники рисуются. И вот так. Хочется сдвинуть, потому что планка должна быть. Вот таким образом. Нарисовали с вами воротничок, стойку. Это уже рубашечный тип такой пошел, да? Вот так смотрится. И смотрите. У нас основа одна и та же была, а вырез меньше. Соответственно, здесь мы уходим вглубь, а здесь мы надстраиваемся. Отстраиваемся. Что мы можем на этой конструкции построить? На этой конструкции прекрасно строится воротник, который со стойкой. И воротник, который без стойки. Ну вот давайте, поскольку стойку есть, мы сейчас нарисуем воротник со стойкой. Прямо поверх этой штуки. Как он будет идти? Вот так он будет идти. Вот так будет у нас воротник. Та форма, которая задана. И вот здесь он будет, сейчас мы нарисуем дополнительно прогибаться. Вот сюда идти. И вот сюда. Вот так вот он. Оп. И сюда. Вот. Вот в эту точку он будет возвращаться. Вот сюда. А потом сюда. Вот этот уголочек только меня смущает. Вот он должен быть другой. Он должен немножечко здесь показывать, что он изгибается по плечику. Вот так. В зависимости от длины воротника. Понятно, может быть вот такой, может быть такой. Это уже моделирование я не показываю сейчас. Но имейте ввиду, что там может быть двойной воротник, тройной воротник. В зависимости от дизайна. Может быть полукруглый воротник. Может быть с какой-то интересной вот такой вот формой. От моды. Я застала тот период, когда были в моде высоченные стойки. И на этих стойках двойной, тройной воротник. Особенно на турецких бабашках тоже было. Наши тоже подхватили. Мы делали. Мы покупали одно время. Было модно. Давайте вот здесь разберемся. Что-то у меня тут мне не нравятся линии. Вот эта линия и вот эта линия. Вот они мне не очень нравятся. Тихо. Вот так. Вот. То есть видите, просто уже стойка есть. И мы на эту стойку прикрепили воротничок. Как он и должен быть. Вот. Один. Я рекомендую сразу прорисовать полностью один. Потом его просто отзеркалить. Зачем вам учиться с воротником? Вот так. Сюда же мы сейчас сразу... Там может же быть воротник с пуговкой. Вот сюда будет пуговка, которая будет пристегиваться. Там столько вариантов того, что может быть. И не сосчитать. Теперь мы зеркалим. Вот. И вот здесь еще добавляется над стойкой вот такая вот штучка. Естественно, перегиб воротничка. Вот. Сейчас мы его тоже нарисуем. Без него никуда. Он должен быть. Просто сделаем его аккуратно и поместим его на самый задний план. Чтобы он не тревожил основной эскиз. Но чтобы он обязательно был. Потому что над стойкой все равно небольшой вот этот перегибчик. Его обычно видно. Так. И здесь вот так. Вот. Смотрите. Помещаем это назад. Да. Назад. Назад. Можно даже его чуть-чуть приспустить. Вот. Здесь вот очень темно получается. Мне не нравится этот момент. Сейчас вот так покороче сделаем эти кусочки. За счет толщины линии так получается. Так. Ай-яй-яй. Ай-яй. Некрасиво. Сейчас теоретически можно его сделать чуть-чуть поуже. Но обычный воротник все-таки не делают уже. Для того, чтобы он все-таки был. Так. Надо что-то с этими точками делать. Мне не нравится, как они себя ведут. Мне не нравится, как они в виде линии смотрятся. Сейчас мы их поправим. Сейчас мы увеличим вот эту точку. Посмотрим, как нам тут от линий избавиться. Соответственно, мы сейчас вот так оп. И вот это вот так оп. Вот так. Будет смотреться воротник поаккуратнее. Такая, если что за петля такая. Это что такое? Это что такое? Вот так должно быть. И теперь нет такой черноты. Потому что, видите, вот здесь чернота появилась. И она не понравилась. Я ее поправила. Соответственно, мы сейчас также поправим с вами и эту часть. Не буду второй раз перерисовывать. Просто сделаю зеркальное отражение. Она у меня сама туда перейдет. А вот здесь там чернота тоже смотрится из-за толщины линии. Потому что вот так вот надо сделать. Вот. Так. И, конечно же, вот эта часть, вот эта часть и вот эта часть. Они у нас чуть более темные для того, чтобы они уходили назад. Получился воротник со стойкой. Пожалуйста, вот его можно уже ставить. То есть здесь у нас была просто стойка, воротник со стойкой. Но бывают у нас рубашечные воротники без стойки. Поэтому сейчас я скопирую вот эту основу. Сюда копирую я с зажатым шифтом и альтом. Потом отпускаю кнопки мышки. У меня получается копия. И здесь у нас с вами будет другая история. То есть вот это нам надо удалить. Это лишнее. Соответственно, вот на этой основе у нас с вами должен встать воротничок. Давайте опять сейчас поближе. Глаза не ломаем. Вообще крайне не рекомендую ломать некому глаза. Естественно, у нас будет видна спинка. Но давайте сначала основной воротничок нарисуем. Тогда от него будет проще. Вот здесь вот такая будет форма. То есть он чуть-чуть поднимается и ложится. Такие воротнички, как правило, вот так вот ложатся. Вот и здесь он не уходит так вот прям на стойку. Но все равно небольшой вот такой вот подъемчик у него будет иметься. Так что вот так вот он будет лежать. Сейчас мы поправим все формы. Чтобы оно все было правильно. Вот так. Почему у меня начало рисоваться пунктиром? Потому что предыдущая линия была пунктирной. И вот он у меня воспроизводит то, что было до этого. То есть, как видите, оно по линии вшивания немножечко по-другому смотрится абсолютно. И вот здесь он прям ложится на плечико. В зависимости, конечно же, от его размера. А это зависит от вашей конкретной модели, от моды, от многих факторов. Может быть вот такой. Ну, то есть, как бы, может быть полукруглый. Здесь уже, ну, прям очень много факторов, которые могут на это... Так, нет, эту линию нельзя убирать. Точку точнее. Очень много факторов, которые могут на это повлиять. Давайте мы сделаем ему отстрочки. Отстрочка тоже будет идти... Вот здесь вот кусочек надо перерисовать. Что вот здесь мы будем видеть маленький кусочек. Маленький-маленький. Но зато очень важный кусочек. Потому что когда он вот так вот поднят, из-под него, от линии пришивания, мы вот здесь видим кусочек. Того, что оно там внизу есть. Вот. Его надо обязательно сделать. Можно его сразу сделать сереньким. А вот этот должен над ним возвышаться. Вот. Его наличие, оно очень важно. И теперь делаем отстрочку. Не буду ничего вырезать. Мне сейчас проще просто нарисовать. Вот так. То есть, иногда лучше вырезать, иногда нарисовать. Это всегда очень индивидуально. Нужно смотреть по ситуации. Как вам будет быстрее, проще, аккуратнее и четче. Вот как в данной конкретной ситуации у вас это будет совпадать, так и делается. Вот. Ну и, соответственно, давайте мы нарисуем с вами заднюю часть. То есть, она у нас тоже будет. Так. Опять пунктир пошел. Смотрим, нет ничего страшного, это нормально. Так. И вот так. Сейчас мы опять убираем пунктир, делаем единичку. Убираем на самый задний план. Вот. Почему не убралась? Потому что у воротника в таком случае нам нужно обязательно сделать белую заливку. Как только мы сейчас сделаем белую заливку, все встанет на свои места. И, конечно же, здесь тоже будет небольшая линия перегиба. То есть, вот так будет дополнительная линия. Вот именно пришивание воротничка. Он будет вот такой. Почему делаю разными цветами? Потому что бывает часто в эскизах, что воротник и основа разного цвета. Поэтому вам для покраски это будет нужно. Он вот такой вот более распластанно-плоский. Это просто другой тип воротничка. Естественно, вот эта пуговка, она у нас пойдет с вами вот сюда. Здесь уже надо смотреть, часто под воротником будет вот с таким поворотом одна пуговица. А здесь будет вот с таким. Видите, насколько они по-разному смотрятся. Распластанность воротника, опять же, вот эта вот распластанность, которая у меня получилась, это определяется его размерами. То есть, это уже такой дизайн, чтобы посмотреть, насколько он будет разлетаться. Может разлетаться побольше, может разлетаться поменьше. Давайте сейчас его немножко присоберем. Так и вот так. Ну вот, чуть-чуть поменьше он в разлете. И может быть, еще в зависимости от мягкости ткани, вот здесь вот разная кривизна линии. То есть, вот это надо обязательно посмотреть. И вот эти две части у нас тоже серенькие мы делаем. Вот. Так что разные типы воротничков. То есть, обычная стоечка, на стоечке у нас воротник, и воротник без стоечки. Смотрятся они, естественно, очень-очень по-разному. Можно его, конечно, посильнее присобрать, но воротники без стойки имеют вот такую особенность распадаться. Только если он не сильно проклеенный, тогда надо смотреть. Ну, я хотела показать максимально разные типы, поэтому вот такая штука. Еще один воротник, цельнокроенный. Я решила его тоже показать. Здесь он, ну, как бы, может быть, немножко странно будет смотреться, но он просто не рубашечного типа. Но на изделиях часто встречается. Вот у нас с вами изделие есть. И, соответственно, на него, если это водолазка, это может быть вот такого плана. Он, как правило, не такой ровный. Вот такой вот цельнокроенный воротничок. Я его не рекомендую рисовать симметрично, потому что... Ну, не симметричные они. Вот. То есть, прям по сути, вот это оно. То есть, можно отрезать вот эту часть. Она мне нужна более. То есть, вот такое он. Да, то есть, вот эта линия, она у нас выпадает. Здесь редко они, когда прям жестко стоящие бывают. То есть, он будет такой мягкий весь. При помощи линии вы как раз это все и передаете. Ну, то есть, ну, представьте, это какая-то трикотажная, скажем так, водолазка, которая вот с такой мягкой линией. Там эта внутренняя часть. Вот так вот она есть. И, соответственно, здесь, конечно же, будут какие-то мягкие складочки закладываться. То, что вот здесь какая-то легкая складочка. Здесь какая-то вот такая... Так, тихо. Легкая складочка. Здесь складочка. Сюда складочка пошла небольшая. То есть, ну, вот он такой вот присборенный весь. Вот такие вот складочки. Складочки мы сейчас сделаем с вами. Линии обработаем. То, что у нас они, во-первых, будут тонкие, они не будут такие толстые. Во-вторых, никакая заливка на них не нужна. А в-третьих, вот здесь вот в «Показать параметры» есть профили. В профиле мы покажем, что линия такая вот... Ну, такая она вся, неровная. И можно еще дополнительно тенюшечки задать, потому что мы больше нигде тени с вами не задавали. А вот именно здесь я бы прям задала тени, либо вот так вот дополнительно что-то прорисовала. И еще, еще обязательно, скорее всего, будет вот здесь какая-то небольшая складочка. Ее бы тоже надо обозначить. Вот это место тоже будет немножко у нас полдить. И совсем другой тип воротника получается. Абсолютно он пардинально другой, который тоже имеет место быть. Ну, раз мы все остальное рисуем без теней, это тоже без теней. Ну, вот получился совсем по-другому. Его можно немножко присадить, если нужно. Ну, пониже, да, если он нужен. А наоборот, повыше особо. Там тогда гармошка будет просто получаться. То есть, если вы будете его сажать прям сильно выше, будет просто получаться гармошка. Давайте еще покажу воротничок. Такой, скажем так, пижамно-халатного типа. Но в нашу библиотеку встанет прекрасно. Когда он у нас не отрезной, а прямо от основы идет, как это все будет смотреться, показываю. То есть, вот отсюда. Я прям сразу рисую сам воротник, потому что его сложно как-то по-другому написать. Вот такая штука. И вот здесь вот он у нас вот так расходится. А вот сюда идет отлет. Так, вот сюда, на плечо. И вот здесь мягкая линия уходит. Так, вот на плечико сейчас вот, на плечико. И отлет. Сейчас мы сделаем с вами волшебный фильтушами. Во-первых, покажем, что единичка, что белая заливка. Обязательно выверим форму, что нам все нравится. Это прям ключевой момент. Вот, вот здесь тоже поправим немножко форму. Что здесь он прогибается. Немножечко туда. И, наверное, я его сильновато завела сюда. Вот, он будет у нас симметричный. Сейчас я его немножко поглажу, потому что мне не очень нравится инструментом сглаживания. Вот эту линию я поглажу. Вот эту. Во, стало лучше. Иногда программа здорово помогает и предлагает свои инструменты для сглаживания. Так. Ого. Перегруз у меня вот здесь. Не попадает он на центр. Соответственно, вот эту точку я смещаю, смещаю, смещаю. И вот эту тоже смещаю. То есть он должен накладываться, но не настолько. Так. Беру еще раз. Оп. Вот. Оп. Почти удался. Теперь мы их совмещаем. Этот я увожу назад. Тихо. Это я увожу на задний план. Вот. И сейчас мы их немножко подожмем, потому что он стал больше, чем надо. Вот так. Подкорректируем. И вот эту линию, конечно, тоже вниз уберем, потому что ее тут быть видно не должно. Вот. И теперь надо нарисовать внутреннюю часть воротничка. С небольшим выступом. Так. Вот так это будет у нас то, что мы видим, спиночку. Посмотрите другой тип рисунка. Если в предыдущих типах я специально выравнивала все-все линии, чтобы они при наложении были там красивые туда-сюда, то здесь я вполне могу себе позволить просто убрать на задний план, таким образом получить красивую линию и ни за что не дергаться. Так тоже делаю. То есть я могу сейчас вот так вот грубо нарисовать, просто это убрать назад. Но я считаю, что когда это вот эскизы какие-то на продажу, для коммерческой, лучше, конечно, вот право вылизывать. Мое мнение. С которым вы можете быть согласны или не согласны. Так. Вот. И вот здесь у нас уже может быть отстрочка идти. Аккуратно. Вот. Мы обозначаем ее тоже на 25 пунктира. Убираем заливку. Заливку убираем. Ну и где мой пунктир? Где мой пунктир? Ну и пунктир нет. Так. Правим тоже линию немножечко. Опять же, помните, сглаживание? Вот можно погладить. Она у нас придет в такую более упругую. То, что я называю линию. Вообще иллюстратор любит упругость. Оно как-то смотрится тогда интереснее. Если линия достаточно упруго. Вот так. Вот. И хвостик. Вот он, видите, такой получился немножко овальный. Мне это нравится в данном случае. Я могу, ну, специально делать промо острые хвосты. Могу делать такие немножко овальные формы. Вот это на передний план у нас идет. И вот здесь вот сейчас вот эту часть. Вот эту. Чуть-чуть. Вот так. Еще один тип воротника. То есть такой тоже может быть. И давайте девятый. Мой последний с вами нарисуем. Это воротник шалька. Вот его от этого мне будет проще рисовать. Беру этот воротничок. Вот эти части я убираю. Они мне не нужны. Ой-ой-ой. Нет, вот эта нужна. Эта часть нужна. Вот, видите, какая у меня там не самая презентабельная штучка внутри. Действительно, это не очень красиво. Но на шальку мне этого достаточно. То есть я просто вот так вот. Похож на то, что было, да? Очень похоже на то, что было. Удобно рисовать. Сейчас мне немножко только форму вот здесь поправим. Потому что он нам должен ложиться в сторону плечика. Вот эта линия, она должна вот так укладываться. И, соответственно, опять убираем пунктир. Ставим то, что у нас единичка. И белым цветом. Вот здесь мы можем немножечко увеличить прогиб. А вот эту точку поднять. Почему хорошо, когда плечико, да? То есть понятно, там вокруг чего мы пляшем. Здесь опять не привязываемся к этим внутренним линиям. И если нужно, мы их поправим. Это все правится. То есть если вот здесь мне будет не хватать, я просто в какой-то момент ее поправлю и все. Вот эту точку вот такая. Раз, и мне сразу все хватает. Здесь опять же можно воспользоваться волшебным инструментом сглаживания, который погладит нам линию. Вот. И давайте сделаем зеркальное отражение. Какая здесь будет у нас особенность? То, что вот так вот он заходит, но этого, как правило, не видно. Это внутренняя история. Так, во-первых, вот эти точки мне не очень нравятся. Я их сейчас ни в чем. Сюда, сюда. Вот так. Вот. И что мы сделаем здесь? Я предлагаю просто отрезать. То есть вот эту часть мы сейчас так и возьмем. Два воротника. И до линии пересечения мы отсечем. Эту часть мы убираем. Вот. И ставим вот сюда. Вот. Получается такой вот воротничок. Шалька. Здесь он может по-разному немножко быть. Может сюда сходиться, может не сюда. Здесь может быть пуговка, может быть покороче, повыше. Воротников там на самом деле великое множество. Ну и просто основной принцип. То, что здесь вот мы оба воротника оставляли, а здесь вот один на другой вот так находим. Вот у нас с вами нарисовалось прекрасных девять типов разных воротничков. Давайте я их, наверное, сделаю более кучно, чтобы было интереснее смотреть. Сейчас немножко поправлю монтажную область. Вот такая красота. Я кладу ее в библиотеку к себе. Вы можете тоже отрисовать. По-моему, я дала детальные инструкции, как это делать. И тоже все свои какие-то штучки, которые не с первой попытки получаются, тоже вам показала. Потому что не надо думать, что даже опытные дизайнеры, они садятся, у них никогда так ничего не бывает. Тоже где-то что-то подгоняешь, где-то что-то смотришь, это совершенно нормально. Но имея вот такую хорошую базу, очень удобно будет работать и рисовать. Я думаю, что можно будет нарисовать такие карманы и рукава. Что еще можно? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Буду очень вам за это благодарна. На этом все. Все свои пожелания пишите в комментариях. Ссылочку на курс я оставлю под этим видео. Сможете зайти и ознакомиться. Также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить ничего нового. На этом все. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.